Хотели бы порекомендовать вам канал Безумного Джокера? На канале вы сможете найти множество видео с интересными фактами и топами. Знали ли вы о самых страшных природных явлениях или о самых тяжелых людях планеты? Все это вы найдете на канале Безумного Джокера. Не забудьте подписаться, ссылка в описании. САХАЛИНА ДО КАЛИНГРАД Атомный маяк на мысе Анива, Сахалин Маяк построили с огромным трудом в 1939 году по проекту архитектора Миура Синобу. Это было уникальным и самым сложным техническим сооружением на всем Сахалине. Он функционировал на дизельном генераторе и резервных аккумуляторах до начала 90-х, а после его переоборудовали. Благодаря атомному источнику энергии затраты на обслуживание были минимальными, но вскоре и на это не осталось средств. Здание опустело. А в 2006 году военные вывезли отсюда две изотопные установки, питавшие маяк. Когда-то он светил на 17,5 миль, а теперь разграблен и пришел в запустение. Сказочный замок в Заключье Его можно встретить в живописной лесной местности на высоком берегу небольшого озера между Москвой и Санкт-Петербургом. Усадьба архитектора Хренова была выстроена в конце 19 века по его собственному проекту. Отличительная особенность дома – полная асимметрия, а также сочетание природных и искусственных материалов при строительстве. Зору предстает не то средневековый замок, не то классическая городская усадьба, в которой в советское время был санаторий. В настоящее время дом очень неспешно восстанавливают, так что совсем заброшенным его считать нельзя. Пятизвездочная гостиница «Северная корона» Гостиницу «Северная корона» начала строить в 1988 году югославская фирма. Хотели построить пятизвездочный отель на 247 номеров, общей площадью около 50 тысяч квадратных метров. Строительные работы остановились в конце 1995 года, когда объект уже был почти готов. Уже несколько лет ее собираются снести, но все никак. Так и стоит она, отсыревшая, привлекая посторонних своей крышей необыкновенной конфигурацией, светлыми интерьерами и плесенью на лепнине из гипсокартона. Восьмой цех завода «Дагдизель» Каспийск Испытательная станция морского оружия, сданная в эксплуатацию в 1939 году, находится на расстоянии 2,7 километра от берега и давно уже не используется. Строительство велось долго и осложнялось трудными условиями. Фундамент делали на берегу, а потом доставляли к месту строительство. Глубина стен 14 метров, а толщина 1,5 метра. К сожалению, цех прослужил заводу недолго, поменялись требования к проводимой в цехе работе, и в апреле 1966 года это грандиозное сооружение было списано с заводского баланса. Сейчас этот массив заброшен и стоит в Каспийском море, напоминая с берега древнее чудовище. Алмазный карьер мир. Якутия. В 2004 году закончилась добыча алмазов открытым способом, и шахта достигала 525 метров в глубину и 1200 метров в ширину, что сделало ее вторым по величине выкопанным отверстием в мире после шахты каньона Бингхэма. Отверстие столь большое, что воздушное пространство над шахтой закрыто для вертолетов из-за аварий, в которые они были затянуты нисходящим воздушным потоком. Пейзаж вокруг выглядит пустынным и совершенно инопланетным. Огромную многоэтажную больницу начали строить на месте кладбища в 1980 году и прекратили строительство через 5 лет. Теперь подвалы затоплены, а здание медленно уходит под землю. ХЗБ, Амбрелла, Недострой, Немастр – место более чем известное, обросло огромным количеством городских легенд и притягивает самых разных личностей. Обитель зла и ворота в параллельный мир посреди Москвы. Популярна среди юных любителей острых ощущений и уже имеет собственный фольклор и местных жителей. Поселок Кадыгчан, Магаданская область. Кадыгчан, в переводе с эвенкийского языка – долина смерти. Поселок строили заключенные. В январе 1986 года население 10 270 человек, а к 2006 году не осталось и тысячи. В 2012 здесь жил один пожилой мужчина. Тут добывали уголь, за счет которого энергию получала большая часть Магаданской области, но после взрыва на шахте люди начали уезжать. Поселок закрыли и отключили от тепла и электричества. Теперь это заброшенный шахтерский город-призрак. В домах сохранились книги и мебель, в гаражах машины. Улицы пятиэтажек постепенно разрушаются. Заброшенная база подлодок ВМФ Бечевинка. Петропавловск-Камчатский 54. Бухта Финвал был основан в 1960-х годах как военный городок. База подводников. Раз в неделю ходил корабль в Петропавловск-Камчатский. Наземного сообщения с другими поселениями не было. Полное расформирование бригады произошло в 1996 году. Все военное имущество было выведено, отключено электричество и водоснабжение. Одновременно с поселком Бечевинка прекратил существование поселок Ракетчиков-Шипунский, располагавшийся на сопке на другом берегу бухты. Поселок окружают горы и невероятная красота Камчатки. Корпус санатория «Энергия» в Подмосковье. На территории санатория есть новый корпус, исправно принимающий постояльцев, желающих порыбачить в местных прудах. А вот старый корпус частично сгорел и был заброшен. В сгоревшей части находился кинотеатр, номера набиты горами мусора, телевизорами и мебелью. Главное достопримечательное здание – лестница в дворцовом стиле. Подобных заведений в России огромное количество. Заброшенные пионерлагеря и санатории – обычное явление. Роддом во Владимирской области. Что может быть загадочнее и мрачнее заброшенных лечебных заведений? Даже действующие больницы вызывают ужас у многих людей просто в силу своей специфики. В здании постройки конца 19 века располагалось родильное отделение городской больницы. Функционировало оно, судя по календарям и документам, до 2009 года, а какая-то охрана была вплоть до 2012 года. Разбитые окна регулярно заделывали, а в 2013 году здание собирались ремонтировать. Многое в здании осталось нетронутым, и кажется, что еще недавно в этих просторных холлах люди ждали радостных вестей от врачей. Продолжение следует...